К первой смене будет готов. Ремонт лагеря «Юноармеец» должен быть завершен к июню следующего года. Такое решение было вынесено в рамках рабочего объезда администрации Щелковского района. Безучастным не останется никто. За каждым из поселений района закреплены совершенно конкретные задачи. Так, например, Медвежьи озера займутся ремонтом здания столовой клуба, а Гребнево восстановит медпункт. Более 50 миллионов в систему отопления уже вложено из районного бюджета. В целом ремонт планируют закончить к 22 мая. Так что летом в лагере уже ждут ребят. 1 июня первая смена должна заполнить корпуса пионерского лагеря. Должен быть подготовлен полный функционал. Проверили в рамках объезда еще несколько важных социальных объектов. Так, в очередной раз была проведена ревизия межрайонных очистных сооружений. Состоялся запуск второго аэротенка. Так, содержание кислорода в воде повысится до 4 миллиграмм, что должно помочь работе системы очистки и понизить уровень неприятного запаха. Даже если какие-то запашки будут, вот в ближайшую перспективу месяц, декабрь, то только от вывоза виловых осадков. Посетили два важных спортивных объекта. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по программе «Наше Подмосковье» началось летом этого года. Окончание строительства запланировано на 30 июля, однако сейчас есть отставание по срокам. Другой крупный объект должен появиться на месте детского стадиона на Воронке. Закладка «Фока» состоялась в августе 2013 года. Работы ведутся на средства городского поселения Щелково. На данном объекте администрация также отметила отставание. Включили в объезд и жалобы, поступившие на горячую линию администрации района. В центре внимания оказались муниципальные общежития. Не первый раз жительница Пустовской, 20, жалуется на холод в комнате. Представители управляющей компании утверждают, проблема решена с помощью отопительного прибора в подвале. Температура поднялась с 14 градусов до 21. Представители администрации обещали нанести повторный визит на следующей неделе. Значительно хуже обстоит ситуация в общежитии на улице Полевой. В душевую страшно зайти. За ремонт мест общего пользования отвечает управляющая компания ИНЛ. Состояние муниципальных общежитий – одна из самых болезненных тем для жителей Щелковского района. По словам руководителя администрации Алексея Валова, изыскать средства на ремонт, возможно, удастся после слияния администрации города и района. Александр Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».